Мак, Лилия, Анютины глазки. В Магадане начался осмотр работ конкурса «Северное соцветие-2021». Ольга Куликова основала свой цветник около пяти лет назад во дворе дома по улице Билибина. Рассказывает, что все началось с реконструкции забора. Жительница огородила территорию, потом решила, нужно что-нибудь посадить. В 2019 году Ольга приняла участие в «Северном соцветии». Заняла третье место. Выращивает девушка вместе с супругом ландыши, астры, гвоздику, виолу и многое другое. Рассаду я начала высаживать в марте месяце у себя на окошке. Но, к сожалению, я только учусь и большинство рассады у меня погибло. Либо на окне, либо здесь при высаживании померзло. Что-то докупало, что-то гипосфило уже третий год у меня растет на месте. Лилии я в прошлом году по осени посадила. Они замечательно пережили зиму. Прям шикарно все ходила каждый день. Вылезут, не вылезут. Вылезли. Сажала крокусы по осени, но их у меня, к сожалению, выкопали. Ольга Куликова отмечает, что планирует расширять территорию цветника. Идей по благоустройству двора очень много. Галина Наркевич организовала свою дворовую оранжерею по улице Попова давно, однако большую часть работ сделали этой весной. Посадили ромашки, дельфиниум, маки и даже иван-чай. Рассказывает, что концепция цветника – алтайский лук. Идея принадлежит Галине Эдуардовне, а вот в реализации помогали соседи. Женщина планирует высадить шиповник, геранью. Кроме цветов, двор украшают и картинами, которые сделали своими руками. И я девочкам написала, что предлагаю пленэр в нашем дворе. Мы собрались здесь, стояли столы, краски, все это красили, все это делали, разошлись, еще хотелось. Такой был вечер творческий, интересный. А дальше у нас еще вот сейчас делают двор. Это вообще гениально, изумительно. Впервые вот так асфальт делают. Все взрыли, трубы меняют. Планк хороший. Там у нас еще будет ряд шиповника в торце здания и деревья – лиственница, береза и шиповник. Это мы уже с Василием Васильевичем, мастером зеленого хозяйства, уже обговорили. Это уже они сделают. Конкурс «Северное соцветие» в Магадане проводят с 2015 года. Его цель – благоустройство города. Основная задача – повышение экологической культуры жителей областного центра. В этом году поступило 23 заявки на участие. Среди них пять физических лиц – остальные организации. Это детские сады, школы и другие учреждения. Прямо сейчас мы находимся в детском экологическом центре. Здесь очень впечатляющий цветник, очень хорошо все оформлено. Ландшафтный дизайн применен. Интересно. Это детский сад номер 3 еще очень интересен. Ну и из тех мест, куда можно попасть, так скажем, из тех, которые не за забором, это физлицо Довыденко Мария Васильевна, набережная реки Магаданки 47. Очень интересный цветник. Есть шесть номинаций. Среди каждой из этих номинаций определяется с первого по третье место. Есть гран-при фестиваля. В целом очень здорово, что в таком достаточно сложном морском климате, холодном морском, удается создать такие места, где просто глаз радуется разнообразие цветов. Как отмечают члены жюри, чаще всего выращивают петунии, бархатцы и лилии. Также много необычных цветов. Комиссия уже посмотрела все работы. С 30 августа по 29 октября специалисты определят и наградят победителей Северного соцветия 2021.